Запрет на самом деле это некая граница, которую мы ставим ребенку для того, чтобы действительно его защитить главным образом. Для того, чтобы ребенок понимал, что можно, что нельзя, где стоит остановиться. И как ни странно, запреты, несмотря на то, что детьми они воспринимаются без энтузиазма, и очень часто дети на это реагируют обидой, раздражением, злостью, возмущением, но запрет все равно важен для ребенка, потому что он позволяет, как любая граница, успокоиться, понять, что есть кто-то большой взрослый, который смотрит за мной, что мне можно, что нельзя, где мне стоит остановиться. И поэтому в нашей культуре сейчас есть такая проблема, что родители, в большом количестве запретов, теперь иногда думают, что надо все разрешать ребенку, не надо ему ничего запрещать. И это тоже ошибка, потому что это рождает в детях тревогу, беспокойство, иногда полевое поведение, ребенок беспокоится, бегает, он как будто бы не знает, куда себя деть. Иногда это приводит к провокациям, потому что ребенок тогда провоцирует родителя на то, чтобы родитель поставил этот запрет или границу, чтобы понять, все в порядке, есть кто-то большой взрослый, кто за мной присматривает, кто решает вопросы, что можно, что нельзя. И поэтому запретов, на мой взгляд, должно быть немного, они должны быть ясные, четкие и соответствовать традициям и устоим семьи. Очень часто запреты родители вносят автоматически. Если попробовать поговорить о первопричинах, по которым родитель ставит запрет своему ребенку, то, на мой взгляд, они делятся на две таких больших категории. Часть осознанные запреты, да, и часть неосознанные запреты. Что же входит в осознанные запреты? Чаще всего родитель запрещает ребенку тогда, когда хочет его от чего-то защитить. Ему кажется, что если он поставит сейчас запрет, границу, он защитит его от больного горла, если он не дает ему мороженое, или защитит его жизнь, запрещая ему переходить на красный свет. Это очень какие-то логичные и понятные запреты. И логичные и понятные причины. Вторая категория таких осознанных запретов, это когда родитель считает, что, воспитывая ребенка, мы должны ему ставить запреты. Иначе, что это за воспитание? Иначе это вседозволенность, безобразие, и ребенок вырастет без ощущения того, что можно, что нельзя. Еще одна причина, по которой родители запрещают своим детям, это такая привычка, как я это называю. Вот родителям, когда они были детьми, их родители запрещали что-то делать, да, и поэтому теперь они это же самое запрещают своим детям, иногда даже не осознавая. Гораздо сложнее с неосознанными запретами, да, неосознанными причинами, почему родители эти запреты ставят детям. Прежде всего, на мой взгляд, в неосознанных причинах стоит тот факт, что родитель прячет какие-то свои чувства за этим, да, например, он раздражен на ребенка, обижен на ребенка. И тогда, ну, чтобы выразить эту злость, да, родители иногда ставят ему запрет. Еще одна категория неосознанных запретов, это когда родитель, например, завидует ребенку. Девочка говорит, мама, я хочу еще одно платье, да, а у мамы было мало платьев, когда она была маленькой девочкой, и она говорит, нет, ты это не получишь. Это зависть, это, ну, совершенно нормальное, объяснимое чувство, ну, просто важно его осознавать, да, и что это не имеет отношения к реальной защите ребенка. Еще один из причин неосознанных запретов — это тревога родителя. Родитель может быть настолько неуверен, тревожен, ему так страшна жизнь, что он готов все запрещать ребенку на всякий случай, лишь бы с ним ничего не случилось. И здесь тоже родителю важно все-таки понять, что это моя тревога, это я так сильно боюсь жизни, а ребенок тут ни при чем. Еще одна из неосознанных причин для запретов — это желание родителя оставлять ребенка зависимым. Мы не всегда готовы к тому, что он растет, что он уходит от нас, что он все больше проводит время без нас, и тогда мы запрещаем ему чего-то, просто желая оставлять его возле себя, оставлять его зависимыми от нас. К сожалению, большая ошибка родителей тем, что они, что-то запрещая, делают это в очень осуждающем тонне. Как ты не понимаешь, ты что не понял, как ты мог и так далее. Тем самым обвиняя ребенка и стыдя его, что, конечно, не полезно, потому что поставить запрет, под этим не стоит задача показать ребенку, что он плохой или что он ужасно виноват. Запрет просто — это стоп. Поэтому по возможности в установке запретов и обозначений границ не должно звучать осуждение, и тем более стыжение ребенка. Чем лучше вам это удастся, тем легче будет ребенку воспринять этот запрет. У детей обычно есть таких три основных реакции на наши запреты. Первая реакция — это очень естественное возмущение, раздражение, расстройство, плач, слезы, крик. И это нормальная реакция на запрет. Почему? Потому что ребенок чего-то хотел, вы ему говорите нет, и он фрустрирован, его потребность фрустрирована, он расстроен. Наша задача как родителей — выдерживать эти чувства, эти эмоции. Вторая реакция у детей на постановку запрета, на постановку границы — это принятие. Они принимают, успокаиваются, говорят, хорошо, идут заниматься своими делами, иногда даже как-то расслабляются, потому что вот в этот момент они поняли, что кто-то следит, что ли, за его благополучием, кто-то заботится об этом. И третья реакция на запрет, та, которая нас обычно должна все-таки насторожить, — это манипуляция. Когда ребенок пытается какими-то способами обойти наш запрет, продавить его, пытаются... Мама запретила пойти к папе подкатить как-то или к бабушке, пытаться все-таки добиться своего. С одной стороны, попытка ребенка добиться своего, она вполне объяснимая, полезная для ребенка, потому что это важный навык — уметь добиваться своего. Но желательно, чтобы это делал ребенок напрямую, то есть пойти и пытаться все-таки мама доказывать. Говорит, мама, мне очень важно пойти погулять с подружкой, я очень хочу. Что мне для этого надо сделать, чтобы ты мне разрешила? Но когда идет манипулятивная попытка добиться своего, через какое-то хныканье, через какие-то еще действия, то вот это для нас, конечно, такой неприятный знак. И здесь нам важно обучать ребенку, скорее, попытаться договориться с ним. Дети манипулируют тогда, когда взрослые либо сами манипулируют, и ребенок видит эту модель, либо когда взрослые очень суровые и жесткие, и слишком многие потребности ребенка, и слишком часто они фрустрируют, то есть запрещают. Тогда у ребенка не остается другого выхода, как начать манипулировать. И поэтому, если ваш ребенок манипулирует, то стоит посмотреть на себя внимательно, может, это делаете вы, а может быть, вы слишком часто ему говорите нет. Важно поговорить о том, как мы ставим запреты нашим детям, как стоит это делать. Первое, что важно, это сказать ребенку, я тебе запрещаю это делать, по возможности объяснить причины. Здесь, правда, иногда бывает такой нюанс, что когда мы запрещаем что-то регулярно, то не надо все время объяснять причины, потому что ребенок их уже прекрасно знает, вы один раз сказали, этого достаточно. В следующий раз вы просто говорите нет, и ты знаешь, почему нет. Чем запрет четче сформулирован, проще сформулирован, тем легче он воспринимается ребенку. Объяснение должно быть коротким и ясным. Читать нотации долгие тоже не стоит, потому что ребенок перестает вас слышать, включает такой транзит и думает, боже, когда же все это закончится. Второй вопрос, да, мы это делаем без комментариев насчет его личности, без унижения, как мы уже говорили, без виновачения, без стыжения. Нет, это нельзя тебе. Следующий важный момент, нам очень важно уметь выдерживать обратную реакцию ребенка. То есть когда ребенок расстраивается, плачет, сучит ногами, наша задача это выдержать. Чтобы это выдержать, важно понимать, что, во-первых, она естественная реакция ребенка, а во-вторых, разделять ее. Да, я понимаю, ты расстроен, да, я понимаю, тебя это рассердило, да, ты обижен. Ну, конечно, это любого бы рассердило, обидело, да. Тогда ребенку легче воспринять ваш запрет, потому что его чувства приняты, но запрет остается запретом. Как я говорю обычно родителям, не ставьте ту границу, которую вы не готовы выдержать. То есть если вы решаете что-то ребенку запретить, вы подумайте до этого. В тот момент, когда вы это произносите, и после, да, желательно уже не менять своего решения. Менять свое решение можно только в том случае, если ребенок как-то вступил с вами в переговоры, да, и переговоры закончились успешно. Да, но просто менять свое решение, ставя запрет от того, что ребенок вас продавил, да, или там пахныкал, или пошел договорился с кем-то другим, не стоит. В нашей жизни с ребенком должны быть не только запреты, но и много любви. Если есть любовь, тогда легче воспринять любые запреты и границы.